МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Спросим прямо». Я Зоя Циншеева. И сегодня мы обсудим итоги прошедшей сессии Народного хурала с депутатом Баиром Гармаевым. Баир Базарович, здравствуйте. Здравствуйте. И начнем с главного. Бюджет Бурятии на этой неделе депутата одобрили в первом чтении, однако с дефицитом в 3 миллиарда рублей. На ваш взгляд, это оправдано? Ну, я считаю, что оправдано, потому что до этого работали депутаты, в комитетах отработали. Мы знали, на что идем, потому что чудо не случилось, никакие другие доходы не появились. И сегодня, если так смотреть, довольно много у нас предприятий, которые недополучили прибыль, поэтому налог на прибыль уменьшился у крупных предприятий. Поэтому это идет, как и по всей российской экономике, спад производства идет, поэтому это последствия. Поэтому, если так сказать, что кризис идет по всей Европе, и в России это довольно тяжело сказывается, поэтому мы ощущаем уже сегодня у нас гулять. А вообще, как «Справедливая Россия» отнеслась к такому проекту бюджета с дефицитом в 3 миллиарда рублей? Мы считаем, что в любом случае, в первом чтении, то, что приняли наши фракции, мы до этого собирались, обсуждали, мы согласились. Считаем, что ко второму чтению у нас будет ряд наших предложений будет, мы над этим работаем. У нас во фракции довольно грамотные депутаты, поэтому здесь мы в любом случае предложения правительства заслушаем обязательно, и ряд предложений, которые внесут депутаты Народного Урала. Поэтому здесь сказать, что, например, у нас положение критическое говорить рано, потому что ко второму чтению, в любом случае, примется федеральный закон о бюджете 2014-2015-2016 годы. И, возможно, будут изменения с федеральным бюджетом. Поэтому давайте подождем, посмотрим. Баир Базарович, известно, что в проекте бюджета немалые суммы выделяются для жилья сиротам и для повышения зарплат бюджетникам. Это, без сомнения, очень важные пласты в экономике. Но расскажите, на Ваш взгляд, на какие, скажем, направления недостаточно выделяется финансовых средств? Если так, подробно, если кто смотрел, сегодня бюджеты у нас социально ориентированы, как и предыдущие годы. Конечно, в первую очередь финансирование шло в эти майские указы президента России, увеличение заработной платы педагогов, социальных учреждений, дошкольного образования. И на это, я считаю, что правильно идем на это, потому что незаслуженно были они забыты, и средняя заработная плата, конечно, достаточно низкая была. Поэтому сегодня те долги возвращаем, можно сказать так. Поэтому сегодня никакой катастрофы, я думаю, что и не будет. В любом случае, я думаю, что справимся. Ну, сказать, что, например, детям-сиротам это 196 миллионов, которые прописали, этих средств, конечно, ничтожно мало, потому что у нас в очереди более тысячи, несколько тысяч детей, которые годами не получают, и они получают по листам, судебным листам, получают жилье. Это, конечно, не делает нам чести, в любом случае. Здесь хотелось бы сказать, что, конечно, нам нужно строить жилье для детей-сирот, и, конечно, над этим нужно еще работать. Ред, конечно, программ, которые у нас сегодня не выполняются, не финансируются, есть. Поэтому сказать, что кого-то ущемили, ну, это, можно сказать, чуть-чуть неправильно будет. Но недофинансирование, конечно, идет по многим отраслям. Ну, даже если в отрасли акропромышленный комплекс смотреть, сегодня бюджет в два раза меньше направлен на аграрию. Сегодня ситуация такая, что действительно те предприятия, которые работают, которые кормят нас, и они сегодня находятся в таком сложном состоянии. Поэтому я считаю, мы должны помогать и сельскому хозяйству. Ну, ряд депутатов поднимали вопрос и по спорту, по культуре. Ну, в любом случае, мы должны изыскивать сельства. И поэтому ко второму чтению, я думаю, что будет достаточно много предложений. И над этим наша фракция работает. Известно, что в Народном Хурале буквально на днях при обсуждении закона о статусе депутата Народного Хурала разгорелся, скажем так, небольшой скандал. Некоторые депутаты высказались против этого законопроекта, и он в конечном итоге не был принят, а был перенесен на декабрьскую сессию. Вот с чем это связано, на Ваш взгляд? Ну, статусе депутата Народного Хурала. Здесь, скорее всего, был, наверное, вопрос поднимали как раз налогообложение 13%. Вот это имейте в виду. А ну еще, кроме этого, что нельзя иметь иностранные счета в банке и так далее. Ну, здесь, да, ряд депутатов поднимали вопрос. Ну, я считаю, что раз федеральный закон принят, конечно, здесь надо, раз ты депутат Народного Хурала, ты должен соблюсти закон. Ну, если хочешь иметь счета, ну, тогда надо депутатский мандат положить на стол и надо отказаться. Надо найти мужество и отказаться надо. И другой вопрос, конечно, здесь очень много вопросов возникало, что почему так. Потому что сегодня мы же видим, что офшорах, это, я думаю, что не связано нашим депутатам Народного Хурала, это большинство депутатов Государственной Думы, Совета Федерации, которые сложили свои полномочия. Мы же видели, да, вот, поэтому это, конечно, те миллиардеры, которые имеют офшорах огромные деньги. Вывели активы, там скупают квартиры, виллы и недвижимость, имеют счета. Работая в Государственных Думах, они занимаются бизнесом. Это, конечно, неправильно. А вас лично не пугает такая перспектива принятия законопроекта о том, что не иметь иностранные счета и так далее? Нет, меня не пугает, потому что я не имею никаких счетов, поэтому я уверен, что если хочешь работать в Народном Хурале, если хочешь работать на республику, ну, надо иметь мужество, сказать, что да, я открытый, чистый. Я, хоть сколько проверяйте, я, например, открывать не буду, например, да, вот, если возможно, даже есть. Баир Базарович, мы сейчас вернемся к аграрной политике. Расскажите, пожалуйста, вот, как заместитель председателя комитета по аграрной политике и земельным вопросам, что вы можете рассказать о господдержке аграриям? Ну, в сегодняшний день, если так смотреть, в последние годы неуклонно падает, уменьшается финансирование агропромышленного комплекса. Если в 2009 году выделялись государство 1,2 млрд, сегодня мы видим, что финансирование идет от 340 млн. Поэтому, конечно, будут федеральные средства, но, тем не менее, те, которые федеральные целевые программы, которые будут, но мы рассчитываем, что в 2014 году у нас в бюджете мы увидим менее 700 млн. рублей на поддержку сельхозпредприятий. Это, я считаю, что, в любом случае, неправильно. Мы должны изыскать средства, помочь сельхозпроизводителям. Поскольку эти люди не столько, например, выращивают хлеб, но они создают рабочие места, и там живут наши жители республики Брятия, а у нас республика Аграрная. Около 40% населения живет в сельской местности. И живут, вот этими живут и работают. Поэтому, если мы, например, тем предприятиям не поможем, и они будут сокращать, это нежелательно, чтобы увеличилось безработице на селе. Если безработице будет увеличиться на селе, значит, отток населения будет сел, будет переезжать в город Лан-Удэ или будут уезжать в другие регионы. Мы тогда кого оставим на деревне? Поэтому вопрос, можно сказать, это глобальный. Поэтому нужно поддерживать сельхозпроизводительные предприятия. По возможности помочь надо им, если кто-то из этих предприятий оказался в трудном положении. Как животноводческая республика, известно, что у нас возможно возобновление выращивания коров бурятской породы. Но какие еще есть направления, на которые можно было бы обострить внимание? Ну, в первую очередь, я считаю, что мы должны кормить себя республикой. В первую очередь, задача такая стоит. Поэтому сегодня производство молока у нас и растет, но хотелось бы, конечно, в любом случае производство увеличиться в разы. Это, во-первых, все равно мы завозим очень много молочной продукции с других территорий, Красноярского края, Новосибирска, Сиркутской области. Плюс к этому, по мясному производству скота, по животноводству смотреть, конечно, мы отстаем от многих регионов. Сегодня мы завозим в год, по данным ветеринарной службы, около 46 тысяч тонн говядины, свинины. Это огромные объемы. На сегодняшний день свое мясо не хватает для наших переработчиков. Те крупные предприятия, которые у нас есть, они работают большинство на завозном селье. Если мы говорим, что колбаса сегодня, которая есть, это у нас местная продукция, мы, значит, не то говорим. Поэтому, реально, если так смотреть, у нас получается, если доля местной продукции в этом колбасе, возможно, будет там одна десятая часть, может быть, одна пятая часть, возможно, будет. Поэтому, реально сказать, что мы должны наращивать как раз мясное производство, как раз мы должны, пород должны улучшать, над этим должны работать. Селекцию производить, да, вот поэтому и говорим, говорим о аграрной республике, но на сегодняшний день пока мы себя не можем прокормить. Баир Базарович, я знаю, что буквально недавно, по-моему, даже в октябре, да, насколько я знаю, состоялся съезд в Москве вашей партии «Справедливая Россия». Расскажите, как он прошел, съезд, и что конкретно вы решили? Да, 26-27 октября, это 10 дней назад, проходил съезд, седьмой съезд партии «Справедливая Россия». На съезде было много вопросов, это один из главных вопросов, это выборы председателя партии «Справедливая Россия». Но был избран большинством голосов, это Сергей Михайлович Миронов, и председателем Палаты партии депутатов был избран Левичев Николай Владимирович. И сегодня было принято решение о сокращении центрального аппарата партии, сократили от 180 человек до 103 человек. Ну, из нашей республики было 35 делегатов, один из таких... Это одна из самых больших делегатов. Да, из самых многочисленных делегатов было, даже некоторые наши оппоненты пытались говорить, что это съезд проходит под лозгом Бурятско-Ростовское, потому что с Ростовской области тоже 35 делегатов было. Ну, в отличие от нас, такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург, было 10-12 делегатов было. Поэтому здесь, конечно, наши делегаты, Бурятские делегаты, очень активно работали, выступали в круглых столах, свои предложения вносили. Поэтому сегодня задача стоит в партии, что в любом случае мы должны, конечно, провести переучет. Мы те выборы, которые 8 сентября прошли, конечно, мы выводы сделали, в каком направлении мы должны работать. Поэтому есть те задачи, которые поставлены перед нами, будем выполнять. Ну, а вы можете разгласить эту информацию? Какие направления вы сейчас выбираете для себя? Ну, направление, в первую очередь, нужно, в любом случае, нашей партии активно работать нужно массами. То есть, если действительно концентрирована была у нас партия в городах, мы должны, в ходе регионы. То есть, сегодня уже партия провозгласила, что уже партия регионов. То есть, мы уже в 83 субъектах зарегистрированы. Но, конечно, у нас активные работы проводились, конечно, на Санкт-Петербурге и Москве. Сегодня задача депутатов Государственного дома, членов Центрального комитета партии, в любом случае, работать по региону. То есть, и они будут выезжать в нашу республику, и осваивать и Сибирь, и Дальний Восток, и работать. Такая, ну, это одна из самых таких главных задач. Баир Базарович, вы в Народном Хурале далеко не новичок. За вашими плечами 11 лет работы Госслужбы. Расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, новый состав Народного Хурала, чем отличается от предыдущих, и чего от него ожидать? Ну, я был избран первый раз в 2002 году от Курумканского района. Ну, вот эти 11 лет я работал, представлял свои районы, Курумканский и Баамский районы. Был депутатом на ясобожженной основе. Ну, сказать, что, например, каждый СОЗОВ, конечно, привносит свои взгляды, новые люди проходят. И, конечно, с этими людьми, конечно, все равно что-то добавляется. Я никак не могу сказать, что, например, третий или четвертый СОЗОВ не так работал. Нет, конечно. Время меняется, поэтому под это, конечно, мы подстраиваемся по-любому. И закон, который нужно сегодня принять, чтобы двигаться дальше, мы должны осознанно на это идем. Сегодня во фракции у нас работают довольно молодые, активные люди, которые вновь избрались. Это Оксана Васильевна Бухольцева, это директор школы Севербайкальской, третья школа. Она очень активно влилась, и она здесь ряд комиссий возглавила в Народном хорале вчера. И есть у нас другие депутаты, есть и спортсмены, и предприниматели есть. Но здесь, конечно, они вникают и включаются в полную работу. Но сегодня, конечно, наша фракция менее многочисленна, чем раньше было. Но мы считаем, что это, конечно, в любом случае от нас все равно требует, чтобы мы даже больше отдачи работали. И я думаю, что ничего там такого интересного, конечно, я сегодня не могу сказать, что только у нас вчера только прошел вторая сессия. Поэтому я думаю, что поживем и увидим только начало работы. Спасибо, Баир Базарович, за то, что пришли к нам, уделили нам внимание. Спасибо. Это была программа «Спросим прямо». Спасибо, что были с нами. И до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова